сегодня из евангелия от реально читал девятой главы и 10 глава вот а девятая глава как раз именно о слепорожденном и вселенной слепорожденного особо сильно поразило меня такое слово иисуса что что явились на нем дела божьи у меня четко такое понимание получается 9 глава 9 глава до 3 стих не совершил не он не родители но для того чтобы на нем явились дела божьи а потом дальше говорили что мне нужно делать дела пославшего меня доколе из день приходит ночь когда никто не может делать а потом говорит 5 стих да коли я в мире я свет миру вот это знаете что никто не может делать когда иисус сравнивать с ночью ночь тьма себя называть светом конкретно четко и ясно вот дела пославшего божье дело вот такое исцеление божье дело это ну милость добро да благость и конечно божье исцеление вот а когда нету этого исцеления когда мы только лишь можно на инвалид посмотреть ну копеечку дать ему вот это тьма это ночь это знак ночи это вот очень тяжело вот и знаете я часто бывает бывает смотрю на вижу вот сегодня тоже пока метро ехал девушка коллега такая вот ходила собирала денежку вот маните христораке ну понятно что либо ни копеечки его я бы исцеление в это вот знаете вот ей потому что вот конечно хорошо помочь инвалиду вот значит хотя там придают что шахраи всякие ходят там и молодых как раз да вот значит тоже не поймешь лукавство такое всякое в мире но но я понимаю что действительно божьего божий свет да день то все исцеляются израиль пришел из рабства да на свободу они были все исцелены были вообще вот такая демонстрация такая божьей любви и пример такой божьей любви и божьей милости божьего царства иллюстрация такая для нас ну вот а когда знаете ли тьма чем сравнивается да вот никто не может делать и я еще что говорит насчет тьма вот когда на египет пала тьма да образ такой вообще страшно конечно вот а в жилищах народу божьего был свет вот хотя кругом тьма вот это тоже образ такой для нас даже если живем среди тьмы казалось бы да вот если бог нас а мы боги то зажигается божий свет в жилищах наших горит в наших сердцах божий свет слава богу и конечно когда видишь допустим коллег то инвалидов да то понимаешь что им нужно исцеление им нужен свет нужно исцеление и порой тоже а как это исцеление то что божье царство это царство исцеление это царство милости благости его присутствие вообще все вот такое не божье она отмирает она уходит она пропадает исчезает по-разному это происходит конечно вот я не знаю вот многих этих деталей потому что как не учи об исцелении да как не проповедую об этом там с кафедры все равно все это убирается конкретно такой 10 до иисусу он еще шел видят этого больного человека вот и понимаете ли почему она на него посмотрела кто тоже непонятно наверняка там были другие больные тоже вот и а может даже чуть посерьезнее чем у этого хотя сложно сказать уже взрослый человек еще да значит слепой от рождения не видел белого света вот да конечно страшная ситуация вот в киев приезжал до человеку без рук без ног вообще вообще без рук без ног не знаю мне нравятся картинки а еще я читал с ним это интервью там не кучич да 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 я забыл сразу его имя просто точно да начали там насчет а он сказал что на всех случаях будет исцеление ну как бы одно дело исцеление там как бы это понятно а другое дело созидательное чудо это другое дело совсем когда у меня ноги отрастут а одно дело не а я видел там и сам переживал такие вот тоже молился за людей там раз вот 90 как бы может показалось мало ли может вроде так же вот и сяк не поймешь но у меня там было так как раньше и да но одно дело там она нога чуть раз там подрастал на счет как вечер пересла храма а другое дело когда значит у него вообще нет но хочется чтобы никогда так вот это как вышло знаете да и ты не только ноги ноги-то ноги-то лапах они-то руки и руки надо чтобы обнял там наконец-то и женой детей знаете ли ну да не представляю разные истории вот слышишь там я не знаю бесятников слышишь порой у старых бесятников слышал такие душесчипательные истории такие одна самая такая самая душесчипательная когда там сейчас какой-то парень верующий насчет не сдал или я уж не помню всю историю но такая немного сказочная романтичная история не знал на комнату жениться короче там были как бы разные кандидаты вот и короче он потерялся совсем а братья говорили что уже пора уже по возрасту уже пора жениться теперь за он взялся да я еще не против то и та вроде нравится и та нравится и та нравится короче и история такая вот за что купился поправил вот эта часть дальше я помню точно насчет и он такое заветку заключил молился вот и пришел пораньше приехал в собрание насчет насчет и вот что кто первый войдет насчет везде замужнику в дверь та и моя служена вот слышали есть то ли нет она такая ну как бы вот у да еще одна из них что-то и что-то еще дело на более вошел в сервисе и вот это выиграли короче как где то есть украины и как причем по раньше всех заставка стал начать подготовился но день кто будет торжественно любовь но он но а это на сердце было знамение не знаю наверное Видимо, от Бога пришло такое. Думаю, сам такой, думаю, не решил скупать, да, вот, за всю жизнь, понимаете, вот, это как в сказках, там, да, берешь стрелу, значит, раз, и бац, и куда стрела попадет, ну, да, ну, в сказке это хорошо, наверное, ну, одним словом, он сидел ждал, значит, то, что он появился, а так получилось, что, значит, что как раз именно в тот день вот так вот сапал, что именно в тот самый день привезли одну девушку, вот, красавица, все, но она слепая, вот, от рождения слепая, как говорится, привезли ее, как бы, значит, там, вот, завезли в собрание, значит, пораньше, потому что потом им было некогда, они приезжали сами, вот, привезли в собрание, и, короче, ну, опа, ну, девушка красивая, все, но слепая, совершенно слепая. Короче, а у него, блядь, Бог, уже за руку, как бы, уже он обещался, все, вот, я не знаю, как бы, когда бывает, она думает, что там, выбираешь, что, если это уголо, господь, может быть, еще что-то, так еще, бросим еще раз, мало ли, как-то, это как апостолов, выбирали, то, что, значит, думали, кого же не хватает, 12, да что быть, апостолов, они так посудили, кого-то не хватает, ну, возьмем другу, кто точно, они были от самого начала, они были после нас всегда, да, всему были свидетели тоже, значит, и два таких, ну, достойных кандидатов, но надо мной из них выбрали, давайте бросим жреби, вот, бросили жреби, выпал там, 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 другое, не знаю, другое, наверное, может быть, обидно было всю жизнь потом, как, почему, почему не я, что-то, а почему тоже, я не знаю, что было с тем другим, вот, или, допустим, а муж братья уже для себя, в сердце, вот, хорошо, кто-то, давайте еще раз, бросим жреби, нет, ну, короче, когда парня рассказывает историю, я переспрашиваю, там, вы думаете, в Робинске область уже, говорит, да, был случай такой вот, значит, ну, как бы, да, интересно, я вам потом среди песятников ходил такой легендой, значит, да, пришли, и вот он потом молился, собрание тоже отрождал от Господа, может быть, Боже, может, как-то по-другому это решит, вопрос, я не против, она вроде красивая девушка, ничего, ну, она же скрипает совершенно, значит, ну, вроде как бы, насколько я понял, она вообще, ну, не просто потерявшая зрение, а вообще точно скрипает, было с самого начала, то есть, вот, как здесь эта история, слепорождение, например, словно, то есть, она самая местная, очень нелегкая, вот так вот, вот так, и, и потом, в конце собрания, он там, значит, объявился, рассказал, и вот, значит, и, что если, значит, там, вот, она, вот эта девушка не против, то он хочет взять ее. Жены, да, значит, так, конечно, в шоке, приехал на собрание, привезли на собрание, парень, что называется, потом, это хороший, наверное, пример был, для непажно, что на собрание, да, приходите парень, что на собрание, нет, а, одним словом, значит, согласилась, там, вот, девчонки, значит, мы, как бы, сыграли скальку, а, ну, самое интересное было потом, именно, когда, вот, само было венчание, все, значит, там, мы их благословляли, вот, она прозрела, короче, она стала говорить, вот, вот, это вот чудо было созидательное чудо, потому, что, а почему еще, там, значит, там, что, почему об этом много говорили потом, потому, что, вот, как бы, значит, все так настолько, все пазлы тогда встали на место, как бы, картина стала ясна, вот, тогда, ну, знаете, задним умом всегда она умная, да, вот, 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 но, каково было и ему, и ей, значит, она же тоже соглашалась-то тоже, не просто там, потому, что, ну, я же, все-таки, ну, слепая, вот, значит, здоровый человек, вот, вот такие истории бывают, вот, и я понимаю, что у Бога есть чудеса, есть, как бы, восстановление, да, чудо, такое-то, есть созидательное, вот, пример, вот, с Ренхарлен Бонке, у меня тоже, вот, очень, так вот, для меня был поразительный случай такой, удивительный, просто, случай, у него много всяких случаев таких было, сверхъестественных, но, в основном, такие чудеса, которые, их, ну, без права, как мы условно взяли, в основном, в Африке, какие-то, по-моему, без правки, значит, там, 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 просто люди, коллеги, гермалиды, значит, там, ну, как, кого-то на видео запечатлели, там, значит, там, что-то не было, по-моему, отраслов, значит, там, а, и Ренхарлен Бонке, еще-то, Те Лосбург, значит, он тоже приезжал, как раз, в Африку, там, и тоже, там, чудеса все-таки совершал, значит, там, Те Лосбург рассказывал, когда, значит, он, был, там, один из первых, был, как бы, Круссей, так, что, получается, да, вот, в Африке объявили, народ собрался, вот, значит, и, тем более, там, он приехал в такое место, где белых вообще на пересчет было, а белым проповедникам, которые черно проповедуют, вообще не было таких еще, вот, и люди собрались, интересно стало, значит, вот, и там, значит, приехал один, ну, как приехал, он такой каталка, такой инвалид, у него, значит, ноги были, все было, да, но не было, ну, ягодиц не было, вот, и всех этих, то есть, они, в основном, ноги были, как плеть, вот, значит, и вот это все, что у человека на армии есть, да, держит его, там, значит, у него этого не было, всех этих мышц, они отсутствовали просто, вот такой был, ну, как, инвалид, урод, уросл такой был, да, и, вот, значит, он мог, так, так, волочиться, как он мог, вот, значит, передвигаться, ну, чем-то там, кататься, вот, и вот этот черный инвалид, он был в собрании, прямо под ним открытым. И даже так получилось, что за него даже специально не молились, потому что там, во-первых, у народов будьма, тем более, что не все коллеги могли там туда пройти, а у него где-то, он был где-то в среде этой всей толпы, и у него, одним словом, в них все это появилось, одним словом. Не просто он начал, а он почувствовал себя там, как говорится, почувствовал, что у него там что-то наросло у него. Он смог подняться, это я в основном, ажиотаж поднялся, все, значит, и на сцену пригласили, и, а, там, как раз приглашали на сцену, значит, он рассказывал всего-то, что, значит, на сцену, что, у кого что произошло, расскажите, ну, поделитесь, прославьте Бога этим самым. Вот, люди выходили, рассказывали, вот там, так, мне вот рука не шевелилась, потому что шевелится, вот еще-то, еще-то заработало, вот он, глаз никто видит, значит, там, и прочее. Вот, и тот на сцену вышел, вот товарищ, значит, и я спрашиваю, а что у вас там? Он, короче, снимает что-то время, и народу всему показывает задницу. Со сцены, короче, телом, выключается, как вы, уберите, это, видимо, он сумасшедший какой-то, вот, а он, короче, потом объясняет, что у меня не было ничего этого, вообще задницы не было, как таковую вещь, и он потом не мог даже стоять, стоя ровно не мог даже, вот. И, значит, ну, короче, прославить Бога. А потом, кстати, прошло время, значит, он был не с этой страны, ну, там другая маленькая страна, соседняя, ну, там граница такая довольно условная такая, значит, и этот человек вернулся к себе на своих двоих, как говорится. Вот. Но потом, телом, спустя какие-то годы, снова в Африке, и с той страны, откуда вот этот человек, были, ну, как, верующие, служители некоторые, они рассказали предложение. Оно еще, еще более уникальное. Короче, в его стране тогда была, ну, как война, не война, ну, одно слово, что-то такое. Наподобие как гражданского или что-то такое. Локальнее, но небольшая такая война была. Вот. И ему возвращаться, вообще, ну, не возвращаться, как беженец остаться был в этой стране, а он решил вернуться к себе туда. И он, значит, вернулся, значит, и когда там была история такая и смешная, и трагичная, ну, всякое. Короче, там конфликт такой был, ну, меж племенной, как бы, значит. Одна страна, как бы, для нас это все один народ, а у них, наверное, вот они такие теплые. Ну, и как бывает, чем ближе родня, тем, как бы, значит, жарше конфликты бывают. Вот, вот так. Вот, и, знаете, вот так произошло, вот, что, значит, вот там солдаты, вот, убивали людей уже, значит, там, значит, там, и вот он попал, там, там, как бы, с группой других черных, там, со своего народа попал, ну, по сути, в руки вот тех вооруженных, которые убивали их, вот, народу. То есть у них шансов не было. И мы там тоже, наверное, забили бы, вот, кого расстреливали, а мы же даже не расстреливали, просто так вот мачетями там, сюда, рубили, вот, ну, вообще, ну, страшные вещи. Значит, и эти люди, попавшие туда, к ним, ну, они нечаянно шли, короче, и набрались на дозорку военной, которая их доставила туда уже. И они были смысленно, знаете, каким образом, спрашивали, кто, откуда, значит, ну, выясняли, кто, откуда. И этот, как раз, а я, как только что пришел, ну, с той стороны. А это было, а, это было, ну, почти, практически сразу после того, в кратное время. Я, мол, пришел оттуда, а что ты делал там, типа, когда шпионов, что-то, как шпион вернулся, я понял, что я был на иммунизации. Вот, бедный человек проповедовал, значит, и Бог совершил чудо в моей жизни, Иисус Христос сделал чудо. Какое чудо? Показывай. Короче, снял, что... Все, как, оборжались, короче, ну, напряженно с автоматом и все, а не смех, говорит, вот, там, задницу покажется. Я говорю, что за это вообще? Да, значит, Мишуха, по-еврейски, значит, божевидный. Здесь улица есть, на нем, улица Мишуги. Я помню, на улице Мишуги, значит, там, значит, как раз так, как это, какой-то, не помню, какой-то был. С Израиля как раз звонили. Значит, ехаю сейчас в Киеве, я вот здесь, на улице Мишуги. Какая улица, Мишуга, это же, значит, божевильный. Значит, я думаю, по-еврейски. Я не знаю, что он, ну, по-еврейски, вот, Мишуга, ну, есть таководец такая. Да, значит, думали, что, короче, он сумасшедший, больной. А он рассказывает так и так, и там с народу, и помню, значит, вот, значит, подтвердили, да, он на самом деле был молит всю жизнь. Уже взрослый мужик, а вот так вот, лишь молочил за собой на мотерсе ноги, значит, потому что, значит, ну, у него не было ничего. Вот созинатель, а как это подошло? Вот, белый человек молился просто, вот, Иисусу, да, значит, вот, и чудо подошло. Вот, они уточняли, расспрашивали, короче, он, значит, объяснял по каждому. Вот, короче, их не убили, больше того, этот человек, который был без задницы, да, напишите, стал, ну, человеком задницы, да, значит, он стал за них молиться, вот, и, ну, за тех, кто даже не убивать их, да, они покаялись, ну, по крайней мере, они покаялись в том, что не убивали, значит, они не хотели больше убивать, значит, и, значит, у них были чудеса. У них были чудеса, там, какие-то, там, уже другие чудеса. Прошли годы, и этот, в черном мере, человек с новой задницы, он стал там служителем, пастором, оказывается, вот так, так что, вот, интересное чудо. Да, кстати, и у них тоже были такие чудеса, такие создательные, но, почему вспомнил еще про Ренхарда все-таки, потому что Африка – это такое дело, знаете ли, там больше нас там надо доверять нам, да, да, значит, западный человек больше любит бумажку, да, без бумажки это, вообще, африя дерьми, никто там, вот, значит, да, значит, и это чудо, вот, созидательное, одно из редких чудес таких именно документально в Германии сфиксированных, это вот чудо созидательное, когда Бог новую марку дал женщине и все органы женские, вот, ей делали операцию когда-то, все удаляли ей, вот, значит, а она, значит, уверовала, и она, значит, стала там христианкой, и она следила за Крусселями Ренхарда, он тебе, значит, да, немец, а всю жизнь в Африке трудится, и там такие чудеса, и эта женщина так посудила, что если Бог может черных так вот исцелять, то и меня может исцелить, в принципе, какая разница Богу в Африке или в Германии, вот, значит, вопрос-то больше, вопрос веры стоит больше, не чего-то другого, ну, вот, под пальмой или в большом собственном доме Богу, как она себе исцелять, и вот она ведь, вот, они словно, вот, возоблили Богу об этой молитве и исцеление, начнем к этому исцелению, созидателем, она, да, она хотела быть ребенка, родиться, она хотела, вот, и за нее Ренхарда молился, у нее все появилось вновь, а, да, еще, еще, что, в общем, интересная вещь такая, что, когда ее удаляли, удалял там профессор, известный человек, и были другие там врачи, дорогая клиника, богатая, знаете ли, вот, как бы, они вырезали то, что надо было вырезать, не, значит, не ошиблись там, вот, вот, а, но, там, это, как это, случаи таких бывают, да, значит, такие, что не то вырезали вообще, ой, хайбок у него там, наслушаешься порой, вот, а сейчас общаешься порой с врачами, там, они между собой, там, такие вещи расскажут, порой, вот, вот, а значит, что там порой думаешь, лучше, а теперь за то, как вообще, как бы, вот, честно говоря, да, но, а бывали такие, вообще, там, смешные случаи, когда там, в России же был случай, когда там, выяснилось, что просто подрабатывала, там, там, вот эта техничка, она настроилась там полынуть, все, значит, и сама по себе так посмотрела, как там вечер зубы решила, подработать зубы, о чем, пока врача не было, подработал себе денежку, вот, значит, там лбу удалит, а, хирург, 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 и, короче, да, она такая женщина, врач, да, я врач, все, какой зуб даете, все, все, делал умный вид, как бы, и, оказывается, там долгое время, какое-то, некоторое время подрабатывала таким образом врачом, без всякого образования, потом, значит, выяснилось, что, значит, у того не тот зуб вырвал вообще, как бы, здоровый, с большими корнями, но она была такая, женщина такая уверенная в себе, довольно сильная, короче, хирург, соседний зуб, вот, потом, значит, однажды и сошло с рук, а потом была, значит, ну, человек был более спокойный, как бы, а второчек пошел скандалить, если там, значит, все выяснять, значит, и вот и выяснили, что ты вообще не понимаешь вообще, просто техничка там, по-моему, он будет полы, значит, ну, по-моему, и так подрабатывала для себя еще стоматологом. Да, а представьте, значит, это еще, это еще не вся история, там есть такие истории, что у нее вообще страшные вещи, когда там окуплены дипломы, и человек вообще не бельмес, ничего, значит, идет там на серьезные вещи, ну, ладно. Вот, но, вот ошибочно, ее удалили правильные врачи, в правильной книге, я не сказал, значит, и все правильно удалили. Вот, и потом еще у нее была что-то другая болезнь, ее обследовали еще, там были всякие снимки, все, и все полностью показывало, что у нее вот этого ничего нет по-женски, да, но самое интересное, после вот этой молитвы, да, когда я это занимался, у нее все появилось, вот, но это еще не все, потом была программа такая, значит, где я выходил с ребенком, значит, да, если кто-то видел, значит, старая программа, значит, и с ним эта белая женщина, помню, что он с черной курицей, а это с белой женщиной выходил, значит, и он показывал, как с ребенка, короче, эта женщина родила еще ребенка, вот, вот так и так, что, значит, было чудо восстановлено, нет, не просто так, что воссоздало все, как бы, да, значит, по-новой, но и все у нее работало, да, и она вот забередняла и родила ребенка здорового ребенка, вот, и врачи, вот, профессор, вот, врачи, вот, при немецкой клинике, они, вот, да, вынуждены были, вот, признать, написали такие, ну, такой документ, все, как положено, что, и там заключение, что у нее новая матка, да, что прежняя была удалена, и вот у нее выросла, ну, как бы, значит, новая матка, значит, новые органы все, значит, и потом она вот и рожала, ведь, по беременности, там, была, значит, либо и рожала, вот так, вот такая история, как бы, интересно, если в Африке, там, как бы, ничего для этого, в основном не документировалось, в заявительном случае, если, там, какой-то, ну, черный, богатый, допустим, да, значит, черный, вот, значит, чаще всего, вообще, нищета, вот, значит, простые люди, значит, которые, там, уже как просто ехать банан, вот так вот, значит, и вот такие чудеса у них происходили, вот, и Иисус вообще сравнивает, действительно себя, называет себя светом, и вот то, что происходит, вот, допустим, вот, вот, 9-го года писано, да, Иоанна, он это все называет днем, этот день, вот, вообще, когда исцеление, это свет, а не исцеление, он называет тьмой, и когда ничего никто не может, он, говорит, делать, это, говорит, ночь, ночь, Состояние ночи. Очень страшное состояние ночи. И порой понимаешь, что даже современное христианство, малиоричное христианство, смотришь на христианство в целом, оно порой сейчас напоминает брейшный рассвет. Вроде как и темно, вроде как и светло. Вот светает. И порой лучи пробиваются, и вроде как посветлело. А порой опять солнышко раз где-то прячется. Вроде как бы поднимается солнце, и порой озаряется жизнь. Вот. И я понимаю, что это ненормальная ситуация, но я верю, что должно все измениться. Вот. И тем более, что когда духовное пробуждение происходит, то оно действительно все меняется. В корне все меняется. Самый такой случай, вот в нашей истории, современной уже истории, такой, я считаю, это как некая увертура, что ли, вот этого сегодняшнего такого пробуждения, которое должно принести сейчас на эту землю, это то, что было в 70-е годы, вот, не так давно. Но на протяжении 70-х годов в церкви Ольбиста в Таллине. Таллинское пробуждение знамятое, на месяц с 80-х годами, известное пробуждение, вот, когда в Эстонии, Эстония очень удивительная страна, там, хотя много шутят, да, о горячих эстонских парнях, вот, и там говорят брат Сталина. Сталина, но не Сталина, а брат Сталина, понятно. Вот, потому что если по-русски быстро, то это брат Сталина получается, а если по-русски эстонский, брат Сталина, то тогда, получается, он с города Таллина брат. Значит, и я там попал в этой церкви, в Ольбиста, был там в Таллине, давно уже, правда, вот, уже лет 15, нам пришло, наверное, больше, и интересно, вот, общение было с тамошними пастырями, в том числе со служителями некоторыми, эстонскими, которые были в 70-е, там, годы, молодыми служителями, но были очевидцами всего этого, вот, вот, это пробуждение духовного. В Притону Караназию, парадокс, это церковь Ольбиста, да, ну, это старое здание, старинное здание, значит, там баптистская церковь, и баптисты, и кто-то еще там собирались. Вот, значит, а здание самой Кирки, это, ну, такое древнее такое даже, вот, но это через забор от КГБ, фактически, вот в чем парадокс, управление КГБ по эстонской, как он назывался туда, ССР или как он, короче, вот, как-то так, значит, управление республиканской, вот, и, значит, и там, а то когда пробуждение началось, там очень серьезное пробуждение, что люди начали массово исцеляться, до сих пор не знают, как началось это, одни говорят одно, другие другое, но, видимо, ну, как бы, действительно, оно никто не знает, как, а глупо просто пришло, и все. Обычно рассказывают такую историю, делали все как обычно, обычное служение, в конце собрания все остановились, эти служители, там все прибыло, и молились за народ, вот, и они руки так вот делали, вот, друг перед другом, значит, там, и, как вот, играю к ручею, и все проходили, кто был в собрании, проходили, так вот, сквозь них, под этими руками, вот, ну, получали благословение, вот, и все. В тот день было тоже, там 70, какой, 70 или 71 уже год был, вот, было как обычно, тоже встали, все так вот братья стали молиться, благословлять, и народ стал, вот, как проходить сквозь, вот, этих, значит, служителей. Слово тоже было, обычное слово, то есть ничего такого, как бы, такого, как бы, ну, грома снега, какого-то не было. Вот почему братья, вот, даже необычное все, начало-то, необычное все, вот, не как себе представляли порой люди, но люди, вот, кто были там, они все исцелились. То есть, ну, у кого-то, там, серьезные, там, болячки, у кого-то, что-то такое, незначительное потом обнаружили, но, как бы, исцелились, исцелились. Вот, знаете ли, быстрая, мала такая разошлась очень по Таллину, вот, и люди стали приходить, разные люди приходить, вот, и люди стали исцеляться. Вот, да, звучало тоже пробовать, все, значит, и потом люди проходили в конце собрания, вот, момент был, кульминационный собрание был, вот, и люди стали исцеляться, вот. Вот, и, притом, исцелялись так конкретно, что, ну, со всего Союза люди съезжались туда, тогда, в 70-е годы. До самой Олимпиады, в 80-е годы продолжалось подобное, вот, и уже ближе к Олимпиаде, уже в 80-е годы в Москве, вот, это прекратилось, вот, где-то 79-е годы как раз вот. Вот, ну, опять-таки, братья сами, вот, неизвестно, как оно началось, и не поймешь, как оно закончилось вообще. Вот, даже сами и не заметили, все то же самое совершали, как же молились, но как-то не стало исцеления. Ну, как бы, может, кто-то исцелялся, но это, ну, разве кто-то, может, кто-то там исцелился, может, но вот не было такого массового, как бы, оно прямо вот шло, шло и шло. И, притом, настолько, что массовость была такая, что, когда, как бы, там, милиция в Таллинн, кто поездами еще приехал, там было видно, что специально погибли, вот, значит, смотрели, проводников обязывали доносить, тут же, значит, там, если кого фиксировали слова, там, Бог, Христос, значит, где-то мелькало, тут же, значит, сообщали на станции, значит, и тут же милиция все, как бы, заходила, забирала их, вот, саживали с вагонов, значит. Вот, но самое интересное, и самое смешное, что даже саживая их, люди получали исцеление, вот, значит, на станциях, на полустанках где-то их саживали, значит, они получали исцеление, поделивали милиция, значит, там, при собрании протоколов, значит, там, вот, да, люди получали исцеление, вот, удивительно, то есть на пути туда даже люди исцелялись, не говоря уже в самом собрании, вот, и там были скандальные были случаи, вот, и тоже чудеса, мне, что, я много интересовался тоже этим вопросом. И много было чудесно созидательно. То есть то, чего не было, оно отрастало. То, чего не было, оно появлялось как бы. А порой в очень плохом смысле. Я вот случай самый трагичный назову, когда КГБ решило сделать такую подставу специально. И они там одного комсомольца нарядили гордуном специально. Испомним ошей ему сделали горд. И он должен был дать ему денежку. Он должен был специально пройти под этим верующим. И там пригласили уже газетчиков, милицию, дружинников. Все было готово. За аферизм, как бы, чтобы арестовать братьев. И этот гордун должен был признаться, что так-так, моя совесть комсомольская проснулась. И вот, короче, я, КГБ, верующие, позарился, верующие денежку предложили, там сыграть такой спектакль, разыграть как бы подставное чудо. И вот, значит, и вот этот горд на самом деле не реальный, и как бы исцеление было просто хорошее. Вот, значит, вот нечто подобное. Вот, значит, и тот комсомольец прошел, значит, там, все, значит, и потом орет, ну, как говорится благиматом. Говорит, значит, что у меня горд, я горбатый. Братья успокаивают. Извини, ну, вообще-то не мы, но Бог исцеляет. Не знаю почему. Обычно все исцеляются. Почему он тебя исцелил, мы не знаем. Да нет, говорит, я пришел сюда с партнером от шеи, короче, это не настоящий был. А теперь настоящий. Короче, раздевается, у него настоящий, реальный горд. Значит, там, был, было по гневаше, был муляж, был. А вот, значит, короче, там, тут же, там, кто-то пытался снимать, значит, там, там, а что такое, что такое, сказал, назревать серьезно, значит. Тут же милиция, дружинники КГБ, но уже не братьев хватает, а это, короче, заплатает, вот, значит. Вот, значит, а он и деньги демонстрирует, что вот все, что было приготовлено, короче, от поставок бывает. Потому что братья помолились, говорили, чтобы у меня эта гора пропала. Ну, не знаю, ни мы давали, ни мы не забираем, как-то, значит, ну, короче, ну, не успел ничего там договорить. И, короче, ну, его же не видели, ни до того не видели в собрании. И потом после этого не видели, где он, что он, куда его там увезли, не знаю, что с ним там сделали. Но одним словом, вот, пропал человек, одним словом, все вот так вот. Вот, позарился на деньги, вот, значит, решил разыграть вот такую сцену и не знал, что, может, Бог, он играет. Вот, я думаю, архивы, как бы, наши все-таки, они будут обнародны. Вот, и мы узнаем много очень таких больших и малых трагедий и чудес, великий божий чудес. Мы узнаем, можно сказать. Вот, и, значит, ну, по крайней мере, даже если не обнароднут их публичность здесь, на этой земле, но в небесах мы все узнаем уже. Уже все подробности этих вещей, всех этих, точно уже узнаем, аж вот так. Вот, ну, вот тоже пример, когда чудо, да, чудо, но созидательное чудо созидательное, но совсем в другую сторону созидательное. Оно тебе надо? Нет, ну, то было конкретно такое было, противобожное такое. Вот, в своем служении тоже, я не знаю, были чудеса, воссоздающие как-то, но так, чтобы появилась там новая нога, новая рука, там, и чего-то еще такого не было. Вот, и ревную о том, конечно, ревную о том, значит, и вот самое, опять-таки, необъяснимое для меня чудо, вот, как бы, в служении, да, было вот, когда в Харьковской области, значит, я до сих пор вспоминаю, порой удивляюсь, вот, всякие чудеса были в служении, но подобного никогда не было вообще в жизни. Ни до того, ни просто того. Вот, в Харьковской области, когда после, там, семинаров, служения, там, Изюм, как говорили, еще город там, ну, Изюм запомнился названием, везем, вот, значит, и, потом, после собрания этих, на выходные я должен был уже быть здесь уже, в Киеве. Получается, пять от себя вечера, меня, там, братья садят на автобус, должны садить были, и автобусы, как раз, начну автобусы, откуда-то, с Донецкой, откуда-то, оттуда, с Москвы вошел автобус, так, большой автобус, большой багажного отделения, значит, там, значит, и утром, рано утром уже киеве, вот так вот, значит, и, вот, все было уже, как бы, спланировано, а так получилось, что, приехали на, вот, автостанцию, и там, выясняли, что, ну, братья не узнали, все, всех деталей, что, оказывается, рейс перенесли чуть-чуть, то есть, сдвинулся маршрут, значит, по времени, ну, и все, едем обратно туда, к церковному дому, вот, как бы, куда ехать сейчас, ну, на вокзале сидеть, что, далековато довольно было, вот, значит, что решили, один брат, значит, сказал, что, а вот у нас здесь, вот рядом, буквально, здесь больница, и там сестра с церкви, как раз, верующая, вот, в хирургии лежит, вот, значит, ну, как бы, с ней, так, более-менее нормально, все, вот, вот, заедем, может быть, и приятно будет проверить, значит, там, вот, может быть, словом поделитесь, там, может, даже в пользу и случай, как бы, тогда, как бывает, значит, или, ну, честно говоря, у меня была усталость такая, как бы, значит, уже, думаю, сейчас, я уже, уже настроился, сейчас откинусь, там, ну, в автобусе, в крест, и буду кемарить до самого Киева, ну, ладно, ну, чё ж, поехали, поехали, вот, туда подъедем к этой больнице, вот, значит, там, дежурный врач, сестра дежурная, и так они это хорошо принимают, так, так интересно, очень открытые люди, так вот, как-то, не часто среди медиков, такая вот такая птица такая встречается у нас, значит, к сожалению, значит, в Штатах, вот такая птица, она, как среди медиков, она, я заметил, она другая, она, она иная, вот, я там был в разных госпиталях, проповедовал, и, притом, в госпиталях, один раз в христианском госпитале, адвентивистов седьмого дня, значит, в госпитале, значит, а остальные были светские, обычные, государские, как это назвать, не христианские, вот, но и там, и там открытость такая, даже, я говорю, здесь, порой в отделении реанимации, мы бы хотели бороться в креом на дороге за мастера, значит, приехали, и все, значит, там, вот, не пустили нас, не в палату даже, а в реанимации вообще даже разговора никакого, вот, значит, только рост не пропускают, значит, там, и, да вы что, вся система еще такая вот, ну, такая старая, еще советская система, не представляете вообще, вот, я один из приятных таких шоков, таких культурных шоков, значит, в Штатах получил, как раз именно в госпиталях, вот, значит, и не только первый раз, несколько раз был в разных госпиталях, но в разных штатах, совершенно разных штатах, вот, но везде одинаковая политика, мне это очень понравилось, то есть, молящимся людям, да, относятся как к коллегам, то есть, пусть и арчен в палате один-билом, да, или, ну, как бы, и что-то еще, то есть, но отношение такое, что именно мы боремся за одно, мы за одно, за одну душу сражаемся, да, значит, за одного человека, вот, значит, и они так рассуждают, что все методики хороши, вот, если ты им можешь молить и помочь сейчас, тоже, включаясь в команду, ты, короче, тоже с нами, в отделение терапии такие интенсивные приходили тоже с праздником, молились, вот, чуть, ну, понятно стало, чтобы не мешать, значит, там, они молились, и, но вот это уважительное отношение, вот, к тебе, я там на английском с пятой на десятой, и не могу изъестниться, молился на русском, значит, там, вот, значит, ну, отношение такое, внимательно, ну, вот как партнеры, как коллеги, вот, это вот, оно чувствовалось сразу, удивительно, конечно, и везде пускай, если вот как на молитву, сразу все, нет проблем, на любой этаж, а, значит, да, там, значит, я помню, в Сен-Сенате, в Большом Господе, значит, и там сказали, что в Господе есть русская переводчица, о, еще у них что-то, я могу туда, есть русская, потом объяснилось, что это никакая не русская, она узбечка вообще, и она русский почти не знает, только под это неси, там, моя-твоя, как бы, ну, вообще-вообще, знаете, если не русская, то лучше знать, вот, да, ну, значит, да, ну, в общем-то, вот такая история, вот, ну, ладно, ничего, там, Господь помог, вот, я, значит, уже там уже, потом находил, а, еще у меня Библия, вот, вот, не вот так, чтобы Библия, сейчас уже вообще проще, а тогда, значит, бумажная, русский английский вариант, я показываю текст, показываю, вот, человек зачитывает, и ему зачитывают, значит, окей, окей, все, амин, эм, 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 все, вот, имамин дальше. Ну, а вот по поводу того, что было в Харьковской области этой, вот, эм, вот, знаете, вот, вместе с Зюмскими этими мастерями, с служителями, эм, да, пустили, э, тогда, значит, э, в эту больницу, значит, э, отделение этой хирургии, да, значит, э, сестры, то я не нашли, и, оказывается, ее, как раз, на коммуне выписали уже, вот так вот, вот, значит, и, э, ну, ладно, поэтому я прощу эту болью дежурному, может быть, я, ну, пройдусь, пустите меня, я пройдусь, раз, и эта женщина, ну, не беда, я могу пройтись, помолиться его, откуда вы, бочу, это, вот, с Киевом, я его гость, здесь гостя, в Харьковской области, не знаю, хорошо, вот, значит, пустил меня, вот, значит, э, и, там, братья в палату в одну, в другую, в вторую помогли, вот, и в каждую палату, э, примерно одно, одно и тоже, я говорю, э, захотя, значит, там, поприветств, повредили, значит, там, коротко об Иисусе Христе, вот, я говорю, помолюсь за вас, вот, значит, молились Иисуса Христа с Его Спасителем, вот, называли и Господом Своим, Каевский Харьковский, и принимали Его Спасение, вот, как бы, все очень просто было, потом я молился за людей, за всех этих, и, потом, что я дальше, в следующую палату, там, только один мужик, огненного стола, так, оттачивать, чуть, я говорю, тотальный, я говорю, я вот тоже, ну, соляр, писались, как тотальный, ну, по-матери, говорю, пока не тотальный, ага, ну, короче, Ибрагимов, да, и, короче, я говорю, а что этот тормот не любит? Так же не любит, вот, видишь, а? Мы с ним, короче, договорились, мы с ним помолились, тут я не говорил, Иисус Христос, а говорил, ты сам Осип, хорошо, им это понравилось, значит, благословил Его, значит, он, значит, тоже помолился с Ним вместе, вот, а все остальные вообще даже, даже без всяких вопросов, принимали, очень хорошо, да, вот, некоторые, по-кому-то, были свободны, значит, больные были на выходные домой, вот, значит, оно, в каждой палате, ну, были люди, вот, иначе, за всех этих людей молился, дальше, дальше, вот так вот, и то время и прошло, а потом уже, братья, уже пора, бегом на автобус уже, ну, и все, хорошо, время провели, молитвы, так, на автобус поехали, вот, здесь, субботу, 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 субботу здесь, вот, значит, потом, в понедельник, после обеда, звонят, значит, с Изюмином, один из пастырей, звонят, и такой возбужденный голос, такой, отец Сергий, у нас такое, у нас такое, читай, короче, ареновый масштаб, а что произошло? Короче, они все истилены, как? Да вот так, оказывается, значит, у нас, значит, там, ну, добрые сотни людей, там, значит, да, все были истилены, а потом разные, что ли, переломы, там, у кого-то просто загипсованы, там, значит, да, вот, значит, а кто-то лежал, значит, там, на этих кроватях, там, загипсованы, там, штуками, вот, то есть, как бы разные были у них, что-то травмы, там, я так понимаю, разные, там, переломы, разное, что-то еще было, вот, значит, и когда в понедельник обход был врачей, вот, то пришлось все выписывать, то есть, все были, пришлось им снимать и проверять, потом перепроверяли, они все были истилены, эти люди, а остались лишь, там, в этом отделении больництва, лишь те, кто на выходные выходил домой, вот, как важно, это правильное место, правильное час, я думаю, вот, вот, они остались, значит, на лечении еще, там, да, а остальные все были выписаны, и вот там дежурный врача допрашивали, что случилось вообще, вот, значит, да, ничего, что, ну, завтра, что могло бы за выходные вот так вот все переменится, вот, ну, и тот признался, что так и так, какие-то батюшки заезжали, батюшки заезжал, а, ну, вот, короче, больше никак объяснить невозможно, то, что подошло, вообще никак не больше не объяснить. А я еще переспрашиваю, а там тотальный был еще, и все исцелились, короче, вот, сто процентов, был там, ни одного не осталось не исцеленного человека. Я уже после этого, может, не удивляюсь, уже готов поверить, если это, вот, как бы было, вот, чему я был свидетелем, да, значит, и участником даже, уже готов поверить и в то, что вот расскажут там про китайские, там, вот, такие фантастические вообще чудеса верующие, когда там одна девушка уверовала в таком собрании, значит, там, имаминском, значит, там, и как раз, что возложил руки на больных, они будут здоровы, и она побежала, прям после собрания, как бы, да, тоже где-то были годы, и еще, вот, значит, советская, значит, и побежала туда, значит, к больницам, чтобы, ну, как, побыстрее поделиться тем даром, чтобы получила, вот, как говорится, какую железку, как еще, вот, ну, и хотелось бы, прямо сейчас вот, вот, скорее, быстрее. А где много больных? Конечно, в больницу. Вот, побежала в больницу, вот, значит, и, короче, возлагает, когда люди стреляются, хорошо, вот, блюдо, зачем делать по палатам сейчас, на больницу возложила руки, короче, пришли молиться, вот, и люди были стреляны все, вот, ну, говорят, что правда, я уже готов, ну, и не так не поверить тебе, раз уж, ты видел уже, нечто, пустим, в районном масштабе, ну, как бы чудо, знаете ли, да, приветствую, слава богу. Вот, и, знаете, я думаю, что, да, духовное оборудование будет набирать сын, обороты, просто-просто в луну, медитирование, в октябрьском больнице для, для практики, для этих хороших. Вот, 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 вот. Вот, 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 вот Борис Белевчук, Белевчук был в Западной Украине, брат, который москвец, бывший милиционер, он все, да, он в морге москвец вообще, при том он был мертвее мертвого уже, у него это 90%, ну почти 100% кровоизлияния главного мозга, вот, значит, вот одно из, ну как бы это было его причиной смерти, вот, а много всего остального было у него, вот, значит, ну его прежняя жизнь сказалась, вот, какой он жил, хотя он уже уверовал, кстати, он умер верующим, он уже тогда, ну, перед теми как раз, слава богу, он уверовал, а так, ну его жизнь очень-то непорядочная, конечно, значит, и рассказывал об этом тоже свидетельство, у него были приступы агрессии, такой, вот, жестокости такой страшные, и он и жену избивал, я один раз избил жену так, что она должна была умереть, она, она выжила просто, из нее верующие молились, просто попили к Богу, а так раньше сказали, что удары и совместительные жизни просто были, ну, как бы, то есть, а он бывший спецназ там, там, воевал, там, и когда они с друзьями там пьянствовали, то вот этот приступ агрессии, надо было, ну, по-моему, просто, и они просто слушали по милициям там, и просто ездили, и, это, находили какого-то бродяга там, вот, и просто привозили, отбивали его все, вот, а порой и убивали порой, а потом списывали просто, ну, свои все были друзья, списывали просто, как там, какой-то несчастный случай, там, обнаруженное тело какое-то и все, вот, значит, и у него были такие приступы, а когда не было, не на ком было, то вот, на жене еще тоже отыгрывался, и вот, один раз я забыл жену так, что она должна была помереть, вот, но выжила, врачи рахнули, даже на кошке так не заживали вообще, удивительно, как бы, в общем, все зажило, а за нее церковь была в власти в молитве, значит, там, значит, и не только их церковь, там, и с Мариупой церковь подвязалась, то, что в молитве это, и с других городов каких-то там молились, просто знали эту сестру, знали эту нужную, вот, а вот так получилось, она выжила, вот, а он так и не понял, что-то чудо божье, что-то, как бы, ну, выжила, выжила, как бы, он с друзьями там лажал, я вам сказать, там, два у нее товарища, он сам так понимал, то есть, я, там, на битву смотрел, вот, значит, а друзья были вообще больше двух метров роста такие, они, там, беркут, беркут, ну, короче, такие были, спецназ были какой-то, особое подразделение, вот, и они такие были, такие вот, его товарищи тоже понимавшие раньше, и очень агрессивные, значит, им нужно было кровь пролить какой-то, вот, обязательно надо, иначе не успокоиться, и вот, и им передали, что пастор Николай приедет, значит, сейчас помолится, ну, короче, и он сказал, ну, пусть пастор приходит, короче, помолимся у него сейчас, короче, за пастору этого, вот, и эти два этих парня, его товарища, вот, по этим своим злоключениям, вот, они сказали, ну, мы сейчас ему, короче, пастор покажем, вот, значит, и все, вместо того, чтобы спасли, сказать, что человек молился за жену, когда, значит, хотели еще его попить еще, вот, а пастор Николай, который приехал, он, значит, сам-то тоже, кстати, бывший, как это, там, и где-то воевал, там, в Афгане, что ли, воевал, но уже давно уже покаялся, уже давно уже не дрался, значит, там, и такой был мирный человек, но в тот день на него сошел русский так, что он, короче, потом рассказывал, борис, мы сидим, мы втроем, выпиваемся вкусовый, и заходит пастор Николай, и эти двое, мои товарищи, эти арвалы, которые по 2 метра выше, встают, и на него, явно не благоставлять будет, вот, значит, вот, с агрессивным доверением, короче, вот, а дух, все будет так, а еще пастор Николай тоже потом рассказывал, он у нас, кстати, не был в собрании, но он давно приезжал ко мне в гости, когда мы на Хатьковске жили тогда, вместе с полицей, значит, и говорит, значит, что он уже пожилой человек, и говорит, что он так-так, вот, душ офицер, значит, все, и я, вот, иду, вот, знаю, беседу, я буду сейчас с мужем, и уж наверняка пьян, наверняка неблагодарна, значит, и что я не буду делать, вот, я шел, и дерьмо было, либо его бить, либо его каять, или то, что вообще с ним делать, как-то, как с ним разговаривать, не знаю, он, значит, не думал, что про этих товарищей, что с ним, вот, и только заберут в комнату, он рассказывал так, чтобы, вот, и так сходит Дух Святой, что я, значит, вот, он, короче, берет этих двух, этих, огромных двух трогов, значит, этих ребят, вырубает их, как котят, просто, реально, как котят, значит, и этот Борис рассказывал потом, что у него в мире, ну, сошла, он протрезвел, как, при том, с такой легостью, как будто они просто котят такие, беспомощные совершенно, вот это да, ну, короче, это Шауин отдыхает вообще, ну, знаете, а этот, Костер подошел к нему, короче, за грудки его, значит, к стене, он не бил его, он просто за грудки, говорит, к стене, говорит, прижал, ну, так, чтобы не пикну, говорит, а вешу, говорит, у стены, говорит, и не могу даже, ну, пикнуть даже не могу, не шелохнуться, как говорится, и все, значит, да, значит, и, короче, он вот таким образом покаялся, короче, он ему коротко объяснил суть Евангелия, что Бог его любит, даже такого, но держал его в руках, чтобы не лиркнулся, вот, и, короче, повторяем моменты покаяния, согласен на все, он не может быть покаяния, короче, вот, у него какое-то такое было экстремальное покаяние такое непонятное, а те так не очухлись, так и лежали, они даже не видели, как он каялся, как что-то, он уже ушел уже тогда, вот, они уже сошли, что произошло, они даже не поняли, что произошло вообще, вот, а с того, кто и сошел, значит, может, я пить не хочу вообще, как бабки с твоей, вообще, пить не хочется вообще, значит, курить не хочется, вообще ничего не хочется, хочет что-то нового уже, как будто, пришел домой, жена, что со мной сделает, я говорю, рассказывает мне об Иисусе Христе, короче, дорогие пипичные, рассказывает мне все, что, вообще, что с тобой, да вот, пасту твою зашел, как-нибудь, да, и смех, и грех, короче, но, но, а потом, ну, у него же по прежней жизни, он и контужен был, у него там, что-то с головой было, вот, короче, он, да, и помер, вскоре после того, но, слава богу, он, вот, пережил обращение, но все равно молились, и вот, и в церкви, там, у них, это, в Милинске, или где-то, молились, зачем, за него, за его восхищение, а он воскрес не там, а уже в морге, уже, не там, где он помер, где ему, спецконсортировали, а уже увезли его в морг, уже прошло достаточно много времени уже, то есть, там уже, уже все мертвое имя оно уже, и он воскрес уже там уже, вот, 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 ой, там тоже сверхъестественное описание, такое, вообще, чудо, вот. Одним словом, вернулся человек, а, кстати, ну, он после этого уволился вообще из армии, значит, то есть, из милиции ты уволился, вот, и, значит, и, ну, как, евангелистом стал, проповедовал, значит, насколько я знаю, так, и по западу Украины, там, и где-то еще проповедовал, где-то еще из других странах, даже есть, потом. Вот, но к чему я это рассказываю, что вот тоже вот, бог совершает эти чудеса, порой, знаете, вот, вот, действительно, вот они не вписываются в рамки вот наших представлений каких-то, вот, вот, тот фрагмент, что я читал сегодня, это Иван Георгиан, 9 глава, слепорожденного исцеления, то есть, это чудо такое, вот, доселе до того момента неслыханное, в общем, Израиле, что до слепорождения человека был исцелен, да и само исцеление, оно такое, ну, скажу, не классическое, как бы, да, оно, исцеление я... по поводу исцеления слепорожденного, 9 глава Ивана Георгиана, вот, так вот, и он плюнул, да, значит, сделал грязь, да, помазал грязью в глаза, то есть, очень похоже на такой акт творения какого-то, вот, именно, созидание такого, да, не знаю, я так и пробовал стелять, честно говоря, чтобы так плевать, значит, кто его знает вообще, вот, починаешь порой, как бы, даже у некоторых не послушаешь кого-то, вот, как порой там происходят чудеса, вот этот Смит Биллс, вот, тот самый, да, как он там воскрешал, какой-нибудь, там вообще были такие моменты, что он ставил тело, значит, там, и, ну, тело падало, опять ставило, опять падало, и так несколько раз, да, и уже, ну, вот, плеча уже хватит, уже хватит, уже все, остановить это безумство, вот, в раз, какой-нибудь, и очухался, все, уже, все, 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 кто плеча, хватит, увлечение, еще давайте, и еще, вот, вот, ну, самое интересное, даже, ну, Смит Биллсов, такая уникальная личность, он, значит, ну, зафиксировано, что ли, воскрешение из мертвых, больше всего, вот, в служении христиан, сколько христиан, много воскрешало из мертвых людей, допустим, но у него больше всего количество вот этих воскрешенных, вот, даже некоторых дважды воскрешал, вот, свою жену, насколько я помню, он дважды также воскрешал, вот, мне как-то хотел отпускать ее, она уже подумала, вот, я буду умирать, бошка, пожалуйста, не успешай, и, с тобой, с тобой хорошо, вот, я хочу, я уже с Богом, и он согласился, потом, вот, все, ладно, я обещаю, он больше не успешает себе, вот, а так, ну, да, реально умирал, и он просто Богу и Богу возвращал ее, кстати, это жена его, она же его вымолила в свое время, да, вот, значит, он же был, там, тоже таким, был, цираном домашним вообще ужасом, и Биллсову, значит, там, и гонял ее везду, ну, значит, и уже было холодно довольно, она в легком платье, выгнал ее, значит, там, все, значит, он думал, она уже убежала, у мамочки сидит, там, чай пьет, а она, оказывается, там, на пороге стояла все это время, выставляете, значит, вот, и молилась за него, и вот, и не околела, все, значит, там, и была там, вот, возле дома, на пороге, и, и когда он открыл, значит, теперь он увидел ее, значит, вот, и она, ну, там, не, эээ, сковородкой, не так руки в бочке не, она потребила